Добрый вечер! Я инспектор, старший инспектор ДПС. Мир милиции Крысюк. А до старения можете написать, пожалуйста? Крысюк Руслан Игорович, старший инспектор ДПС УДИ. Подскажите, пожалуйста, почему вы нарушаете правила дружного движения? Какие правила дружного движения? Какие правила дружного движения? Вы сейчас стоите на выезде из прилегающей территории. Более того, вы стоите против движения. Ну вот, обыкновенно у вас здесь знак кирпич. Там есть выезды. НеG visitur легко, так ли нельзя. Здесь выезда нету с территории. Здесь въезд с территории. Т.е. вы считаете, что на въезде можно стоять? Там есть выезды. А вы считаете, что на въезде можно стоять на прилегающей территории, да? Ответственный есть за вас? У нас? Да. Ответственный кто? Можете вызвать друзей? Командир взвода. Вызовите, пожалуйста! Злутского. Ну, что мне сделать? Ну, а кто за вас ответствовал? Командир взвода. Где человек этот? Я хочу с ним общаться, потому что вы нарушаете правила дружного движения. С каким человеком? Вот мне нужен человек, хотя бы, понимаете, у вас даже нету напарника, чтобы он составил на вас протокол. Потому что вы припарковались с нарушением. Нету напарника. У меня есть начальство. То есть начальство вам сказало одному. Управление ГАИ, все вопросы кидал. Ну что значит все вопросы? Я гражданин Украины, меня интересуют ваши нарушения правил дорожного движения. Что значит все вопросы? Вы стоите на въезде-выезде с прилегающей территории. Понимаете? И что, вы не хотите припарковать машину, вы не хотите вызвать ответственного? Я же вас прошу. Какого ответственного? Человек, который находится по должности выше вашей. Для того, чтобы я мог, как гражданин Украины, обратиться к нему с заявлением о нарушении правил дорожного движения. Для того, чтобы он это зафиксировал и составил протокол на вас. Административный. За что? За то, что вы нарушаете правила дорожного движения. У нас идет управление ГАИ, у нас идет отопричевание, сгідно распоряжения. Пример министрирования. Очень рад. Это очень хорошо. А почему здесь идет отработка? Есть управление ГАИ. А почему здесь? Что здесь происходит? Вот вы сказали, здесь УБОС, да, есть? Да, да. УБОС и кто еще? СДСБС. А это что? СДСБС. Служба ОББ и куриничные излочины. Ага. А УБОБ здесь за чем? Мачек. А УБОБ здесь за чем? На границе с Польшей, скорее всего, есть какие-то бандиты, да? Не знаю. Я понял. Хорошо. А поясните мне, что вам мешает поставить автомобиль согласно правилам дорожного движения и осуществлять свою работу, да, службу, нести службу согласно правилам дорожного движения, не нарушая ничего? Куда? Что? Куда? Поставить автомобиль. Без нарушений правила дорожного движения. Без нарушений правил дорожного движения. Вы стоите на въезде-выезде из прилегающей территории, инспектор. Я смотрю аварийную обстановку. Я смотрю аварийную обстановку. Первые, с кем они встречаются, это с нашими инспекторами. Патрульно-постовая служба и инспектора ГАИ. И вот, он только заезжает, проезжает, человек заезжает, проезжает 50 метров, и он видит, как сам инспектор ГАИ, целый майор на секундочку, он стоит, поставил свой автомобиль против движения, стоит с нарушением правил дорожного движения, и ему все равно. Он говорит, хорошо, я несу службу один, я тут вообще ни при чем, и да, я нарушаю, но ничего не могу с этим сделать. Ответственного вызвать мы не хотим, никак ничего, переставить машину мы тоже не хотим. Нашли выход из ситуации, невидкладное службовое завдание, включили маячок. В чем заключается невидкладность вашего завдания, я не понимаю. Здравствуйте, меня зовут Гончарук Алексей, я журналист украинской правовой газеты «Дорожный контроль». Я сейчас нахожусь на Яготинской таможне, и наблюдал, точнее, как инспектор ГАИ с жетоном ВО-2093, и на патрульном автомобиле, державный номерный знак 0620. «Нарушал правила дорожного движения». В общем, вот сейчас мы позвонили по спислению 102, вызвали сюда ответственного или какой-то патруль ГАИ для того, чтобы оформить это все в протоколе про администрирование правопорушения. Будем ждать, смотреть. Расскажите, а вы собираетесь уезжать? Да. Туда. А, туда. Ну вы уезжать не будете, честно? Хорошо. Спасибо. Короче, один нюанс, который мне непонятен. Такой очевидный для вас факт, для меня он очевидный, то, что вы стояли на пешеходном переходе, это тоже не является правонарушением. Где здесь пешеходный переход? Вы не знаете, где здесь пешеходный переход? Пойдемте, я вам покажу, где здесь пешеходный переход. Раз. Ну, эта линия вытерлась, да, я думаю, мы можем к знаку пройти. Пойдемте, я вам покажу, где знак стоит пешеходного перехода. Пойдемте, инспектор. Пойдемте, я вам покажу, ну почему вы так не сидите? Инспектор. Вы вам ситуацию объяснили? Я объясню. Сейчас я вам скажу. Зараз приедет руководитель УДАИ. Будет черповый. Они приедут. Вас тоже выслушают в письмовом виде, приймут у вас заяву. Все будет. В рамках закона. Вы находитесь на службе сейчас. Я просто уточню. Вы можете у меня принять заявление, составить административную протеколу данного инспектора? У меня есть заявление, у меня есть фото-видео фиксации. Сейчас приедет человек. А почему человек, если вы есть? Зачем вы тогда? А вы не можете составить протокол? Ну так, в чем проблема? Нет, послушайте, в чем проблема? Представьтесь, пожалуйста. Просто сейчас будем тогда разговаривать по поводу ваших, полномочий. Может быть у вас чего-то не хватает. Будь ласка. Старший сержант пилисицы. Сайко Виктор Петрович. Инспектор ДПС. Я просто не могу понять. У вас полномочий не хватает для того, чтобы оштрафовать инспектора? У меня полномочий не хватает. Вы нести постановление, так как у меня есть сразу фото-видео фиксации, показы двух свитков. У меня есть показы двух свитков. Т.е. для того, чтобы составить один, обыкновеннейший протокол про административное правонарушение, нужно созвать суда как минимум три повноваженные особи, да? Да, вы не реагировали, пока не сказали, что идти выбор. О, а тут уже сходу протокол доставили. У вас не было протоколов или что? Меня зовут РСПС. Как? Как вас зовут? У меня просто не было протоколов или что? Вы сейчас будете составлять протокол, да? Административное правопорушение. Протокол про административное правопорушение. Все, хорошо, спасибо вам огромное. Ждем. Ну, вы сейчас под такого постановления выносите его случайно. А, все, не вопрос, все. Хорошо, да, не вопрос, да, да, да. Тогда свидетельство. Я говорю. Спасибо. Ну, все там четко выглядит, да? Ну. Мы приехали на Ягодинскую таможню для того, чтобы проверить, как работают сотрудники ГАИ. Значит, что мы увидели? Мы увидели, как инспектор ГАИ в звании майор стоит на пешеходном переходе, чем нарушает правила дорожного движения, пункт 15-9. Мы сделали ему замечание. Все это дело вы увидите на видео. Он там минут 15 это оспаривал. Рассказывал про то, что он ничего не нарушает, ничего плохого он не делает. Все согласно закона. Более того, он нес службу один на патрульном автомобиле, что прямо запрещено, инструкция 3 единицы. Вот. После всей этой катавасии, после вызвания начальников, ответственных и всего остального, он все-таки в конце концов переставил машину, согласился с своим правонарушением. Приехали инспекторы ГАИ на двух машинах. Вот. Составили административный протокол, после чего мы настояли на составление постановления для того, чтобы он, ну, как бы не мог там через свои рычаги влияния это все дело умять-замять, вот, и уйти от наказания. Мы все это сделали, задокументировали, все это вы увидите в нашем сюжете. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем спасибо.